Добрый день! Сегодня мы с вами научимся вязать столбики с одним накидом. Для этого я взяла образец, который мы вязали в прошлый раз. Для столбиков с накидом нам нужно сделать 3 петли подъема. Повернуть вязание. Делаем накид на крючок, нитка на себя. Вводим крючок в предыдущий ряд. В данном случае мы сейчас будем вязать все захватывая 2 ниточки. Видно 2 ниточки, обе стенки петли. Для простоты. То есть уже за переднюю и за заднюю, это вы будете пробовать сами. Вытаскиваем нитку вперед. У нас на крючке, вы видите, образовалось 3 петли. Эти 3 петли мы провязываем в 2 этапа. Сначала мы захватываем крючком нить и протягиваем ее через 2 петли. Еще раз захватываем и провязываем оставшиеся 2 петли. Вот у нас получился столбик с накидом. Вы видите, что он выше, чем столбик без накида. Ну, это, в общем-то, понятно. Давайте еще раз. Сделали накид на крючок. Ввели крючок в полотно. Захватили нить, вытащили на лицевую сторону. Захватили нить, провязали 2 петли. Еще раз захватили, еще 2 петли. Так, накид. Вытащили нить. 2, 2. Накид. Вытащили нить. 2, 2. Итак, мы продолжаем вязать до конца ряда. Я вам рекомендую провязать и столбиками с одним накидом какое-то количество рядов, чтобы у вас развился этот навык. И вы помнили, что провязываем все время по 2 петли. Потом, чтобы это уже вошло в привычку, потому что чаще всего именно провязываются 2 петли. То есть, есть случаи, когда это правило нарушается, но в основном именно по 2 петли, когда вяжу столбики с накидами. Вот ряд. Вы видите, что он получился. Ряд столбиков с накидом. Вот он. Вот этот вот ряд. Вот и до. Он получился выше, чем ряд столбиков без накида. Для того, чтобы перейти на следующий ряд, опять делаем 3 петли подъема. 1, 2, 3. Поворачиваем вязание и продолжаем вязать следующий ряд. Надеюсь, что все понятно. Пробуйте. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова